Всем привет! Это видео, хотя нет, лучше прогоню эту телегу в конце этого ролика. Разговоры вот о том, что всё по спирали, ну то есть будет какой-то всплеск снова? Или как вообще? Ну смотри, спираль всё-таки она видна, вот например World Ways, мне дичайше нравится команда. Коровая группа, ну там, конечно, не совсем это прям адский металл, но тяжёлая, и, соответственно, она никак не подходит под рамки, там, эмо-кор, там, какой-то, не знаю, нормальный такой, новый металл, новый модный, молодёжный. Можно, наверное, отчасти пост-харт-кор называть. Да, там элементов очень много, соответственно, вот такая музыка, она тоже же, в принципе, кончилась, по большому счёту. World Ways сейчас как такое некое исключение? Исключение, абсолютно. Они одни, у них конкурентов вообще нету на сцене, ни в Питере, ни в Москве, ни где-либо, я ничего такого подобного не слышал. Нет, есть какие-то там группы, но они как-то развиваются очень слабее, чем эти ребята, потому что они, видимо, поставили себе цель, они цели очень хорошо добились, они собирают полные залы, молодцы. Ну да, ну и как ты думаешь, вот появилась группа World Ways, ты говоришь, что это как исключение из правил, то есть это не может быть, нельзя это расценить как какой-то звоночек, что вот такие группы снова могут собирать там тысячные залы? Потому что, как бы, ну, вот я не вижу, грубо говоря, продолжателей, да, этой волны. Я их просто не слышу, я мониторю постоянно паблики различные, там, посмотрю, какие-то группы появляются, мне дико интересно всю эту волну слушать, вот, ну, нету их, нету чего. И не будет, мне кажется, развития дальше. В ЛВС закончится, ну, может, что-то ещё такое появится, сиюминутная, наверное, и исчезнет. Нету пока ничего. Перспективы такие достаточно мрачные. Мрачные, да, именно в рок-музыке мрачные. Понимаешь, потребитель этой музыки у нас слишком мал. Вообще в России, да, в Москву захватить там каким-то командам из Ульяновской, грубо говоря, там, из Урала, вообще тяжело, это нужно сюда приехать, здесь жить, работать, да, развивать музыку. А ребята живут там по разным своим городам, и там как бы варятся вот это кашу, выкладывая в интернет, думаю, что интернет их как бы продвинет, но это маловероятно. Нужно приезжать именно в центр и здесь долбить. Вот, а ну, я говорю, это мало кто хочет. Вспомним психию, да, когда ребята приехали с Кургана, приехали, что они добились. Ребята из ВЛВС тоже самое, они приехали, добились. А мы, которые здесь как бы варимся, да, ну, поварились-поварились, побурлили-побурлили и кончились. Потому что, ну, всё хорошо. Так вот, это видео вырезка из 61-го выпуска дневника Эмкорщичка, в котором мы с Дмитрием Доплером из группы Линия поговорили не только о Волдвейс, но и о Эммодвижи, таком, каким он был в тех самых годах, о том, как начинала группа Линия, о лучших периодах в истории этой группы. Кто пропустил этот выпуск, обязательно исправьте это, ссылку на него я оставлю в описании этого ролика. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмёте на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублём, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.